В эпоху Александра Первого, когда действовали тайные общества декабристов, на самом деле была совершенно уникальная ситуация для русской истории. Не существовало вообще при Александре Первом никаких органов политического сыска, никакого аналога политической полиции просто не было вообще на промежутке от окончания Наполеоновских войн до конца царствования Александра Первого. Восстание декабристов показало, что это неправильно, потому что случаются такие вещи, как заговор офицеров и восстание декабристов. Поэтому одним из первых следствий, как известно, делал декабристов, было то, что новый император Николай Первый поручил генералу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, собственно, по записке Бенкендорфа, создал специальную такую службу. Это называлось третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Это была организация, взявшая на себя функцию тайного надзора и политического, но и вообще за состоянием умов в империи. Там они на самом деле реально наблюдали не столько за политическими какими-то процессами, потому что довольно долгий период после дела декабристов все было относительно спокойно, сколько еще за злоупотреблениями чиновников, потому что они понимали, что это очень важный такой фактор, расшатывающий ситуацию в империи. Но помимо этого, когда произошло восстание декабристов, Николай оказался в специфической и даже в чем-то забавной ситуации. Во-первых, восстание случилось совершенно неожиданно, никакой информации у правительства не было. Всю информацию они получали уже в ходе следствия, допрашивая декабристов. У них даже примерного представления о рамках того явления, с которыми они столкнулись, не было. Потому что тут еще нужно понимать, что Александр I имел несколько довольно подробных доносов на тайное общество, которые первым он не стал давать ходу, а последний он получил за несколько дней до смерти. Но Николай при его жизни не был человеком, допущенным к самым важным каким-то тайнам и обстоятельствам управления империей. Он просто не знал об этих доносах. И все люди, тот узкий круг людей, которые про Александре знали, они в тот момент в Петербурге не оказались. Кто-то был при Александре в Таганроге, кто-то еще по другим служебным делам. Их просто не было. То есть Николай столкнулся с абсолютной неожиданностью. Он получил донесение с юга от генерала Дибича о том, что получены доносы на существование тайных обществ 12 декабря. И когда случилось восстание в столице, он даже не был уверен, что это вот ровно тот же самый заговор, о котором ему писал Дибич. Это еще надо было доказать. То есть довольно такая сейчас для нас странная ситуация, когда правительство вообще не представляет себе, что там вот у него случилось. А случилось военное выступление на площади в столице в день вошественного престола. В общем, это нехорошо со всех точек зрения. И понятно, что со всех точек зрения, тем более раз это военный бунт такой, то конечно декабристы должны были быть наказаны. И доказаны показательно, строго там и так далее. С другой стороны, была проблема у Николая, ему нужно было заново восстанавливать отношения с гвардией, как-то ее приводить к повиновению. И в общем, он довольно успешно эту проблему решил и как-то так аккуратно, что даже не очень заметно, как он это делал. Я думаю, что там была система распределения наград, всяких, вот что-то такое. Но дальше встала еще одна проблема, тоже довольно неожиданная и парадоксальная. Вот надо судить декабристов. Во-первых, не существует в империи никакого специального органа, который должен провести следствие, так же, как не существовало и политической полиции. И вот тут любопытно, Николай создал, в принципе, это для той эпохи, для того времени довольно нормальная практика. Он создал специальную следственную комиссию, в которую своим указом назначил какое-то количество людей, которые вот члены этой комиссии ведут следствие, в основном это были генералы. В принципе, если посмотреть на состав этой комиссии, она, конечно, очень похожа на нормальную тогда практику военно-судных комиссий. То есть, когда случались какие-то правонарушения военных, то создавалась комиссия на том уровне, на каком, скажем, в пределах полка или в пределах армии бригад, создавалась комиссия из чиновников этого же военного ведомства, из офицеров, которые, собственно, и выступали в роли следователей и расследовали это дело. А потом и представление о своем приговоре тоже подавали, то есть они и судебную функцию тоже несли. Следственный комитет над декабристами в очень значительной степени похож на эти военно-следственные комиссии, потому что состоит в основном из офицеров, судят офицеров, ну, в общем, как бы там даже чиновники, которые для делопроизводства взяли, были военными. То есть, любопытно, что Николай не обратился к тем, кто, казалось бы, должен был заниматься судом и следствием. То есть, существовали же юридические такие, был министр терства юстиции, был сенат, который вел судебные процессы. Но их всех, гражданскую вот эту вот судебную ветвь, Николай абсолютно отстранил от дела декабристов. И была еще группа офицеров, которые были абсолютно отстранены от дела декабристов. Это высшее командование гвардии. Никто из них в Следственный комитет не вошел. И тут понятно, почему. Восстание у них в непосредственном их подчинении, то есть, это их провинность тоже. И еще неизвестно, в какой степени они сами в этом могли быть замешаны и виноваты. И вот эти генералы. В основном генералы там был еще великий князь Михаил Павлович, но он тоже имел воинский чин. И был князь Голицын, близкое очень лицо к Александру Первому. Вот он был единственный гражданский среди всех. Председателем комиссии был военный министр. В общем, это такое военное учреждение. Хотя дело-то политическое. А может быть, они его в тот момент понимали именно как военное. Или хотели представить как сугубо военное, а вовсе не политическое. Но дальше настала следующая проблема. Вот произвели следствие. Выяснили все. Декабристы довольно много рассказали о себе. Я думаю, что все, что правительство интересовало, оно узнало. Их надо как-то судить. Николай был человеком добросовестным. И очень хотел судить их по закону. Но тут он запросил выписки из законов, поскольку сувода законов не было и уголовного кодекса тоже не было. Он запросил выписки из законодательства. И тут выяснилось, что вообще-то говоря, никто не отменял и не выводил из действия ни, например, соборное уложение Алексея Михайловича, ни судебник Ивана Грозного. Что законодательству фрагментарно и по разным поводам издавались разные указы в течение последних двух столетий. И в принципе, по имеющимся законам, вполне можно участников восстания, например, сварить в кипящей смоле. То есть Николай столкнулся с тем, что он не может их осудить по закону, потому что закона подходящего нет. А те законы, которые были, скажем, в XVIII веке приняты, например, ему делали подробные выписки из дела Пугачева, они с точки зрения 1826 года уже оказались тоже какими-то слишком свирепыми, архаичными и неподходящими к случаю. Поэтому пришлось поступать опять таким экстраординарным образом. Николай позвал Михаила Михайловича Спиранского. А Спиранский был одним из сановников, имевших стойкую репутацию либерала и прогрессиста. И сами декабристы, размышляя о том, кого они после революции хотели бы видеть во временном правительстве, называли Спиранского. Так вот Спиранского позвал Николай и поручил ему разработать какой-то критерий, потому что подсудимых больше ста человек, и нужно как-то их распределить. Все-таки им же не одинаковые приговоры надо давать, им как-то нужно распределить, кого корать сильнее, кого меньше и как именно. Спиранский придумал, что их надо разделить на 11 разрядов. Он придумал критерии, по которым все подсудимые, по тому, что о каждом из них известно, о силе вины, как тогда это называлось, они все распределялись на 11 разрядов, и каждый разряд получил свой какой-то приговор, соответствующий силе вины этого разряда. Ну и пятеро самых виноватых шли вне разрядов, это те, кого потом казнили. Но в принципе проблема, согласитесь, довольно странная. И, наверное, мы не будем удивляться, что после дела декабристов, к тому же Спиранскому, так же как Бенкендорфу, который входил в Следственный комитет над декабристами, Николай поручил создать третье отделение и возглавить его, Спиранскому была получена огромная работа по кодификации законов. Результатом этой работы стал выход в начале 30-х годов, в 1830-х годах, полного свода законов Российской империи, который как бы отсекал уже судебник Ивана Грозного и переиздавал те законы, которые правительство признавало действующими, но и вводил их в какую-то элементарную систему, чтобы просто этот закон можно было найти. Таким образом, вот это первое следствие делано декабристами. Уже после того, как Спиранский распределил их по разрядам, опять же возник вопрос, а кто их должен судить? И был создан Верховный уголовный суд, это так называлось. Это тоже чрезвычайный орган, в который Николай назначил заседать довольно большой круг высших сановников империи. Это были члены Государственного совета, члены Сената, члены Святейшего Синода. Им были представлены итоговые записки о силе вины каждого подсудимых, и они по каждому из подсудимых определяли голосованием меру его вины и какой приговор должен ему и всему его разряду быть вынесен. И потом Николай за собой оставил, как известно, но это полагалось императору, кого-то помиловать и как-то смягчить приговор. Он действительно, приговор был вынесен с запасом на монаршую милость, и он действительно там существенно откорректировал. То есть по исходному приговору весь первый разряд должны были казнить, а не только пятерых идущих вне разряда. В любом случае, известно, что дело декабристов очень существенно сказалось на всем содержании царствования Николая Первого. И оно сказалось на разных уровнях, как и в том смысле, что Николай, как известно, всю оставшуюся жизнь очень строго карал любые проявления чего-то похожего на заговор и очень не одобрял всякий его вольный образ мыслей. Но вместе с тем он столкнулся с тем, что действительно государственное устройство сильно несовершенно. И действительно нужны реформы, пусть не столь радикальные, как отмена крепостного права, но хотя бы иметь нормально работающую тайную полицию, которая, говоря современным языком, мониторит состояние общественного мнения, иметь внятное законодательство. Все это было совершенно очевидно. Это были первыми мерами Николаевского царствования. Но существует свидетельство современников, что Николай затребовал, чтобы ему сделали специальную выписку из всего, что декабристы говорили, из всей критики декабристской положения в России, и что он внимательно это изучал. Вот все вот их критические суждения. Честно говоря, я не видел, и, по-моему, никто не видел этой рукописи в реальности. Но, во всяком случае, Николай действительно внимательно это все продумывал. И в недрах Николаевского царствования, которое мы считаем чрезвычайно консервативным, жестким, на самом деле заседали тайные комитеты, которые обдумывали возможности отмены крепостного права. И известная цитата, которая на слуху, «Крепостное право есть пороховой погреб под государством». Это ведь слова из доклада Николаю Первому главы третьего отделения генерала Александра Христофоровича Пенкендорфа, который лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что действительно с этим крепостным правом надо что-то делать, что так нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok